Три, два, один, узк. Ракетный запуск удался. Но за время своих исследований Володя отправил в воздух не один такой макет. Его же разработка крепится сверху. В каждой ракете полезный груз находится в головной части, все остальные в ходе полёта должны отстыковаться. Школьник предлагает сделать это безопаснее и эффективнее. По замыслу изобретателя, головную часть ракеты должна выталкивать пружина. У такой системы несколько преимуществ. Устройство это многоразовое и полностью механическое. В отличие от нынешней технологии, которую, кстати, Володя в свои 15 лет смело критикует. Пиропатроны – это пороховые заряды, которые стоят между головной частью и последней ступенью. На них подаётся ток, они взрываются, и связующее звено между последней ступенью и головной частью перестаёт существовать. Минус в их ненадёжности, потому что это всё-таки взрыв, мало ли что может произойти. Но много чего страшного может произойти не только в космосе. Например, Максим и Коля придумали робота, который защитит людей от просроченных препаратов в аптеках и испорченных продуктов в магазинах. Это робот-логист, который будет отбирать какие-либо продукты по сроку годности, сортировать их в складах и, в принципе, внедряться в помещение, где нужно что-либо сортировать. Работает он просто. Из базы робот берёт данные о препарате с истекшим сроком годности, находит его на складе и привозит фармацевту. В будущем, говорят изобретатели, можно будет приучить машину к работе в библиотеке или на любом складе. Но кто приучит железо спасать людей из огня? Об этом позаботился роботостроитель из 32-й школы. Детище Фёдора сможет отправиться в опасные зоны и выполнить любую задачу. Машина будет повторять все действия оператора, который находится на безопасном расстоянии, одетый в специальную перчатку. Но автор уже глядит в будущее. Дальше продолжается разработка, чтобы считывались движения как с этой части, то есть положение этой части в пространстве с помощью датчиков 10 степеней свободы. И также сгибание-разгибание локтя и вращение и движение руки вот в этой плоскости. Но, как и любому учёному, для работы Фёдору нужно финансирование. На его разработку уже обратили внимание в Сколково, но настоящий интерес проявили медики. Они хотят приспособить систему для оперирования больных на расстоянии и протезирования потерянных конечностей. Илья Филонов, Владимир Антонов, Новости ТВК.